Как максимально увеличить фпс в доте 2? Настроить и оптимизировать игру для слабого компьютера или ноутбука? Ну а если у вас мощный игровой пк, то это видео обязательно вам поможет настроить доту так, чтобы ничего не лагало и все было стабильно. Но вот почему у меня снова лайи, пинг поскочил до сотки... так ладно. Отлично, играть с таким пингом уже другое дело. Программа GearUp Booster, о которой я вам ранее рассказывал, получила много положительных отзывов. Сам пользуюсь ей до сих пор и остаюсь доволен результатами. Кстати, у GearUp вышло обновление. Ранее при использовании GearUp у некоторых пользователей не всегда получалось эффективно снизить пинг в играх. Все причины данной проблемы были изучены и выпустили крупное обновление GearUp 2.0. В новой версии улучшена эффективность и для более продуктивного снижения пинга. А также добавлена новая функция Anti-Packet Lost, чтобы вы не чувствовали никаких лагов в игре. У вас также есть возможность переключения серверов для улучшения соединения. И в целом сама программа очень проста в использовании. Достаточно одного клика и ваша игра будет ускорена. Насколько низкий пинг сможете сделать вы? Будет ли у вас ниже, чем у меня? Оставьте свое число пинга в комментариях. Не забудьте попробовать GearUp, если вы хотите остаться в живых. Побеждать и улучшать результаты игровых сессий на любых переполненных серверах. Ну а мы переходим к оптимизации Dota 2. Первым делом настраиваем параметры запуска игры. Открываем Steam. Кликаем по игре Dota 2 правой кнопкой мыши. Заходим в свойства. В разделе Общие находим параметры запуска. И в текстовое поле вводим следующие команды. NoVid. Отключает начальное видео при запуске игры. High. Запускает игру с высоким приоритетом процесса. Следующая команда отключает сглаживание шрифтов, что может немного повысить производительность. FPS Max 0. Убирает ограничения кадров. Map Dota. Параметр, который позволяет сразу загрузить карту Dota 2 при запуске игры, что позволяет быстрее загрузиться в игру. NoCrashDialog. Этот параметр запрещает внутриигровому откладчику работать, что позволяет экономить немного оперативной памяти. Он также удаляет диалог, память не может быть прочитана. NoVR. Это команда для отвлечения поддержки виртуальной реальности. Отключение VR может освободить системные ресурсы, улучшая производительность игры. Следующая команда отключает улучшение Direct3D, что может повысить производительность на некоторых системах. Вводим последнюю команду. Это новый параметр запуска, который поможет избавиться от input lag. Все эти команды я оставлю в описании. После того, как ввели все команды, не закрываем это окно, переходим в раздел «Установленные файлы». Нажимаем «Обзор». У нас открылась папка с файлами игры. Переходим в папку «Game», «Bin», «Win64». Находим файл «Dota2.exe». Кликаем по файлу правой кнопкой мыши. Переходим в «Свойства». Открываем раздел «Совместимость». И ставим галочку возле «Отключить оптимизацию во весь экран». Важно, если вы являетесь стримером, то не советую вам это делать, так как ОБС может не захватить вашу игру. Далее снова заходим в «Сим». Кликаем правой кнопкой мыши по «Dota2». Переходим в «Свойства». Ищем раздел «DopContent». И обязательно добавляем вулкан. Теперь давайте обновим драйвера своей видеокарты. Новые версии драйверов помогут устранить различные проблемы, связанные с игрой, и сделать ее работу более оптимизированной. Заходим на сайт для загрузки драйверов. В описании я оставлю ссылки для AMD и Nvidia. Выбираем свою видеокарту и операционную систему. Тип загрузки обязательно ставим «Game Ready». Нажимаем на поиск. И скачиваем свеженький драйвер. После чего устанавливаем его. Если у вас по каким-то причинам после обновления драйверов FPS очень сильно просел, или появились какие-либо проблемы в играх, то советую откатить драйвер на предыдущую версию. Кстати, с помощью моего пака можно тоже обновить драйвера видеокарты. А еще оптимизировать Windows, процессор, жесткий диск, оперативную память, клавиатуру, мышь и даже интернет. Если вы не хотите вручную настраивать свой ПК, то благодаря моему паку это можно сделать быстро и легко. Вы настраиваете пошагово. После чего ваш компьютер или ноутбук будет работать в разы быстрее. И вы сможете поднять FPS в играх. Также я записал для вас гайд на свой пак. Вы можете проводить оптимизацию по нему. Ссылка на свой пак я оставлю в описании под видео. Следующий шаг очень сильно поможет вам поднять FPS в игре Dota 2. Спускаемся в описание и скачиваем утилиту Booster X. Она поможет нам оптимизировать Windows, избавиться от лагов и понизить задержку в играх. Запускаем утилиту. Нажимаем начать оптимизацию. Выбираем эксперт меню. Можем отключить обучение. Переходим в раздел базовые настройки. И начинаем выставлять следующие параметры. Отключаем акселерацию мыши. Назолевое уведомление защиты. Автообновление драйверов при запуске системы. Работа UVP приложений в фоне. Автообновление карт. Автообновление приложений магазина. Прозрачность Windows. Внешний вид ставим на оптимальное. Следующая настройка это GameBar. Это функция, которая позволяет записывать игровые моменты, видео и прочее. Если вы этим не пользуетесь, то рекомендую отключить. Следующая настройка это MPO. Это технология, используемая в Windows, для оптимизации процесса отображения видео на экране. Данная технология работает плохо и влияет на производительность. Поэтому отключаем ее. Индексация. Это функция, которая позволяет быстро находить файлы и папки при поиске. Если вы редко пользуетесь поиском, то советую отключить данную функцию. Далее отключаем SysMain. Защитник Windows. И SmartScreen также отключаем. Так как антивирус постоянно работает в фоне и нагружает систему. Отключаем BrandMaur. И обновление Windows. Контроль учетной записи тоже выключаем. Ускорение запуска и фоновая работа Edge рекомендую тоже отключить. Чтобы на фоне постоянно не висели процессы браузера Edge. Итак, мы выполнили базовые настройки. Теперь переходим в раздел панель Nvidia. Как вы могли заметить, в этой утилите собраны все настройки, которые позволяют оптимизировать полностью весь твой компьютер. Тут мы просто жмем оптимальное и программа сама выставит все настройки для оптимизации вашей видеокарты. Заходим в следующий раздел электропитания. Включаем возможность импорта ПОВ файлов. Гибернацию отключаем. Если у вас ПК, отключаем Power Throttling. На некоторых ноутбуках отключение может вызвать фризы. Спускаемся вниз. Находим максимальная производительность. И жмем импорт. Переходим в раздел выпиливания. Здесь мы удаляем все ненужные программы, которые установлены на нашем компьютере. Далее заходим в раздел очистка. Здесь мы будем очищать весь мусор и кэш, который хранится в нашей системе и тем самым замедляет производительность. Жмем на кнопку очистить все. Тут также есть дополнительная расширенная очистка, которая позволяет очищать весь кэш и мусор с различных приложений и даже игр. Как вы можете заметить, у меня показывает 42 гигабайта мусора. Чтобы воспользоваться данной функцией, нужна ПРО версия данной программы. У меня она, кстати, есть. Помимо расширенной очистки, ПРО версия также дает вам возможность получить все функции данной утилиты. Например, углубленные твики системы, автобезопасная уборка автозагрузок и даже встроенная нейросеть. Twix.ai помощник. Которая поможет решить любую проблему или даст ответ на любой вопрос. Например, если у вас на компьютере перестал работать микрофон или пропал звук, то вы просто вводите запрос и получаете готовые решения проблемы. Также ПРО версия дает множество других скрытых функций. В общем, если вы хотите прям максимально оптимизировать свой ПК, то можете приобрести себе ПРО версию Booster X. Теперь переходим в раздел приватность. Жмем на максимум, чтобы программа сама выставила все необходимые настройки. Далее заходим в раздел твики. Тут мы нажимаем на кнопку оптимальное. Переходим в следующий раздел автозагрузки. Здесь мы отключаем все ненужные приложения, которые запускаются при старте компьютера. После того, как мы выполнили все настройки и оптимизировали Windows, нажимаем применить. Ждем пока все настройки применятся. И нажимаем перезагрузить ПК. Итак, мы перезагрузили свой компьютер. Теперь переходим к самому интересному. К оптимальной настройке графики и самой игры Дота 2. Запускаем Доту. Открываем настройки. Переходим в раздел сообщества. Ищем присоединиться к чату региона при запуске. И отключаем. Далее заходим в настройки. Жмем расширенные настройки. В самом низу ищем соединение. И ставим качество высокое. Если же у вас проблемы с интернетом, то ставьте низкое. Тем самым у вас не будут сильных разрывов в игре. Теперь переходим в раздел графика. И начинаем выставлять следующие параметры. Ставим расширенные настройки. Соотношение сторон выставляем 16 на 9. Размер ставим максимальный, исходя из вашего монитора. Режим отображения ставим полноэкранный. Тип рендеринга ставим вулкан. Он может значительно улучшить производительность и увеличить FPS. Далее включаем низкую задержку Nvidia Reflex. В расширенных настройках убираем все кроме сглаживания, высокое качество воды и расчет шейдеров. Качество текстур выставляем на среднее. Если у вас не тянет, то выставляем на низкое. Качество эффектов тоже выставляем на среднее. И то же самое делаем с качеством теней. Выставляем на среднее. Качество обработки экрана выставляем на 70%. Это самое оптимальное. И включаем функцию FidelityFX Super Resolution. Это технология, разработанная компанией AMD, которая улучшает производительность игр, увеличивая количество кадров в секунду, при этом сохраняя высокое качество изображения. Простыми словами, FSR позволяет играм работать быстрее и плавнее, даже на менее мощном компьютере, без значительной потери визуального качества. Применяем все настройки. Заходим в Dota 2. И наслаждаемся высоким фпс.